Всем привет, друзья! В этом влоге вы увидите абсолютно бесполезнейшее видео, не знаю, зачем я его снял. Ребят, я не знаю, зачем я это снимаю, но я пятый раз пытаюсь снять, как меня кто-то топит. Просто круто будет в начале видео это поставить. А теперь смотрю, как получилось, потому что, блин, это интересная задумка, я такого еще не видел. Просто интересно и все, без всякой причины. И еще одно непонятное видео. Заметно прибавил, друзья, даже в прессах пропадает. Скоро жирный воздух, я надеюсь. Ну, вроде жирный, мол, что ли, по крайней мере. И самое на сегодняшний день важное видео для этого человека. Барабанная дробь. Друзья, сейчас мы узнаем победителя конкурса. Кто этот счастливый человек? И это... Александр Гулидов. Красавчик, брат, поздравляю. Друзья, мне в личку пришло очень много сообщений по поводу того, что нужно делать чаще розыгрыши программы. И я решил, что в этом видео мы тоже сделаем розыгрыш программы. Для этого нужно сделать просто репост видео на моей стене ВКонтакте. Также все очень просто, и вы автоматом тогда участвуете в розыгрыше. Для тех людей, которые говорят, что, типа, ты ж не умеешь программы составлять, что там, нужно специальное образование. Друзья, если вы считаете, что нужно специальное образование, то вы недооцениваете самообразование. Потому что, если человек над этим корпел, потел, много лет для себя все это создавал, создал сотню этих программ, то он что-то умеет, поверьте, ребят. Поэтому вы не должны сомневаться, и даже если, если, если там что-то случится неправильно, да, то вы от простой еды с вами ничего не случится. От обычных тренировок с весом в зале с вами ничего не случится. Я же не выписываю вам там какие-то химические препараты, стероиды, либо что-то. Я даже спортпит там не прописываю. Это все натуральное. Как я питаюсь, так и вы будете питаться. Ничего с вами не случится. Это понятно, конечно, что у всех разный тип телосложения, разный вес, разный рост. Но там в программе написано о том, что калории и все должно подбираться под свой рост и вес. Все написано. Ну а теперь десерт в виде тренировочки. Сегодня мы качаем ноги и, знаете что, бицепс. Вот это малышка, да-да. Всем привет, друзья. Сегодня среда. Мы занимаемся по программе тренировок. И сегодня у нас ноги и бицепсы. Вперед. Короче, начинаем с приседаний. В смите. Опять же, нога больная. Поэтому делаем в смите. Делаем 6-5 подходов. И каждый где-то по 6-12 повторений. Два разминочных. Погнали. В разминке 10 раз достаточно. Второй подход тоже разминочный. Погнали. Немного накинули веса. У меня, кстати, в тот раз, когда тоже делали сотка килограммов, у меня колено потом болело. Блин, все-таки травмы дают о себе знать. Поэтому нужно как-то аккуратнее, ребят. Не травмируйтесь. Ну что, переходим к рабочим весам. 70 килограмм. Потом дойдем до 80. И тоже делаем 6-12 повторений. 12. Теперь вешаем 80. И еще два подходика. Ну что, последние два подхода по 80 килограммов. Вперед. 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 Тут 6 раз уже достаточно, потому что ноги реально сбиваются. Сейчас последний подходик сделаем и все четко будет. Перейдем к следующему упражнению. Ну что, последний подход. Делаем по максимуму, стараемся. Так, гениально. Санек снял, я забыл. Короче, пацаны, у нас не было десяток больше в зале. Я взял его десятки с приседаний, повесил себе, чтобы сжать штангу стоя. И мы забыли это снять назад, то есть одеть назад. Все, больше не получается. У меня обычно, короче, вот тут красное-красное после этого. Давай поближе погадим. Дичь вообще. Да, очень сильная. Но это еще не особо сильно. Дома будет вообще краснее, как будто заплывшее такое красное все. Ну что, теперь переходим к жимам ногами. Два разминочных подхода, делаем всего пять подходов. Где-то тоже по 6-12 повторений, потому что мы делаем на массу. Погнали. Единственный прикол, ты очень тихо говоришь. Да нет, я думаю, что с тобой. Просто сейчас очень громкая музыка в зале, очень громкая. Я стараюсь немножко ноги повыше ставить, вот сюда. Обычно люди вот так ставят, но мне тренер сказал, что большая нагрузка на колени идет. Поэтому он сказал, нужно вот так ставить. Когда ты ставишь так, колени идут как бы, ну, в реальном их... Естественном положении. Да, в естественной амплитуде. То есть они идут прямо, да? И идет нагрузка на заднюю поверхность бедра. Ну и, конечно, передняя тоже. И тоже не забывайте дышать при усилии выдох, когда вниз идете вдох. Вот. Два разминочных делаешь. Ну что, второй разминочных. Тоже ставим ноги повыше. Стараемся растягивать мышцы. Вот эта амплитуда самая важная, когда мы идем вниз, потому что максимально мышцы растягиваются. вверх, когда мы поднимаем, не особо важно выпрямлять на полную. Нужно немножко колени согнутыми держать. А вниз разгибаем на полную. Точнее сгибаем. Ну, второй разминочный подход сделан. Теперь переходим к стандарту. Сейчас повесим немножко побольше. Розу и вперед. Ну что, теперь переходим к рабочим весам. Постепенно увеличиваем вес. Это, конечно, нелегкий вес, но я пытаюсь на максимум растянуть мышцы. Потому что, если большой берешь, толку корчится нету. Потому что для мышц это нехорошо, а наоборот. Вред приносишь. Лучше растягивать и на максимум мышцы. Тогда они будут расти. Убери и шорты немного пониже густи. Ну вот, достаточно. Теперь переходим к разгибаниям. Мое любимое упражнение на ноги. Я люблю верхнюю часть скачать. Поэтому погнали. Начинаем тоже с небольшого веса. И переходим к самому большому. Стараемся делать медленно. На усилии побыстрее немножко, когда вниз помедлим. Ноги уже забились от тех двух упражнений. Поэтому тут сложновато. Но мы поймем до последнего просто, чтобы мышцы просто горели. В два раза увеличили вес. Теперь еще один подходик. И потом еще два рабочих. Сложно уже. Пацаны, вы все говорите, что у Арчо Моррис турникменов и ноги. Это неправда. Как бы у турникменов тоже ноги нормальные бывают. Это все эти мифы. А на самом деле, ребят, он просто их запампил. Он никогда их не качает. На самом деле, просто кость и там жир нарос на них. Последний подход. 100 килограмм. Максимум ставим, это так приятно. Как-то ты можешь соточку пожать. Делаем на максимум, тоже последний подход. Чтоб мышцы в крае убилось. И все. Уже ноги не поднять, ребят. Отлично. Ноги можно просто топором рубить. Такий твердый песец вообще. Ну что, друзья, теперь переходим к бицепсу. Качаем бицепс. В моей программе два упражнения. Это на скамье. Я забыл, как она называется. Скотта вроде бы. Скамья Скотта. И потом мы просто на блоках будем поднимать. Я уже показывал, но покажу еще раз. Для новых зрителей. Вперед. Переходим, короче, теперь к подъемам на бицепс. Штанги. Блин, да? Штанги в виде Z от буквы. И на скамье Скотта. Человек вон тоже занимается. Даже с батиками, ребят. Берите пример. Да, это кому не хватает мотивации. Почему она называется скамья Скотта? Почему? Она называется... Варри Людер, который сделал 50 см. Руку. У него 54 даже было в конец. 50 максимум у него было. И в честь его, это его изобретение. Ларри Скотта скамейка наша. Прикольно. Это 50-е годы прошлого века, так что ты прикидываешь? она это первый мистер олимпия первый мистер олимпия был как раз нет он так дальше турнира не было олимпии от сантиметров стал а потом олимпия первый выигрывать начал этот олива первая звезда вы потолок было ты не ларис под первый взял он первым был это огромный описать исполнится обещать живой до сих пор я не слышал его жена пристрелиться собиралась он полицейских чикаго цель такая шайба полицейского ему жена выстрелила с полицейского револьвера в живот как врачи сказали благодаря мощному прессу почему погнали начинаем с разминочных опять же 2 разминочных ну что переходим короче к рабочему подходу до 10 20 где-то 35 килограмм постепенно веса увеличиваю 6 повторений достаточно 6 повторений нормально ну что 45 килограмм сейчас попробуем на 6 8 повторений делать на 6 обычно делал потом дойдем до пятидесяти у а 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 с а и а а и а а Я, короче, я, короче, видосы посмотрел, как рвутся бицепсы. Я теперь боюсь огромные веса поднимать. Короче, когда люди рвут бицепсы, у них он отлетает, они даже не понимают, что произошло. Они потом смотрят такие, блин, просто такие в панике бегут. Это жестко, вообще страшно. Когда мышцы рвутся, вообще очень ужасно противно. Даже смотреть, я даже не представляю, как людям, у которых рвутся. Теперь переходим к следующему упражнению. Это подъемный бицепс на блоке. Мое второе любимое упражнение, которое есть в программе, я его постоянно делаю. Я бы сказал, я только эти два упражнения делаю все время. Вот, битка растет 100%, поэтому, ребят, смотрите. Начинаем с маленького веса, делаем 5-6 подходов опять же, и вес увеличиваем постепенно. Делается это так. Делаем максимально вот таким вот образом, чтобы наше плечо опустилось вниз. И поднимаем вот этой рукой к этому плечу. Вот таким вот образом. Рука немножко висит. Поднимаем вот так. То есть рука, получается, немного смотрит туда. И держим постоянно в напряжении. В нижней фазе не расслабляем. Это ютуб-канал. Это, да. А это бицепс. Это бицепс. Ну, ютуб-канал тоже. Ну и следующая рука тоже. Тоже рука смотрит вправо. Тянем к правой части другой руки. Вот таким вот образом мы увеличиваем, короче, вес понемножечку. Немножко руку, руку вот сюда. Локоть вот, вот так локоть. Замурачивает, да? Да, да, да. И вы зафиксируете. У вас просто положение тела неправильное. Вы должны немного ногу назад. Спина прямая. А плечо вниз уходит. У вас просто ноги, да, неправильно стоят? Надо подальше. Это сложно будет? Сложно. А, повышаем вес теперь. Было 14, ставим 18. Доходим где-то до 27. Вот, ребят. Все я снимать не буду. Дедушка неправильно делал. Он делал вот так как-то. У него спина прямая была. И они в руках как-то вот так проделали. А мы должны ногу как можно дальше. Спина прямая. Рука смотрит. Локоть туда. Эта часть туда. Мы зафиксировали вот эту вот часть руки, верхнюю. А предплечье только работает. И все. Снимись ты с тобой? Да, я так и думаю. То есть спина прямая. И бицепс чувствуется отлично просто. Если вы правильно будете делать. А у него рука ходила прям вот так как-то. Вообще непонятно. Это, конечно, неправильная техника. Короче, ребят, сейчас Саня вам покажет ту же технику. Он уже понял, как это делается. Сейчас увидите. Смотри, правая, правая нога назад уходит. Правая. Вот так? Да, 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 да. И немного подальше ногу. Упереться можно. Да, да, упираешься и ногу немного дальше. Дальше, дальше еще. У тебя прям спина нагнуться должна. Во! Плечо вниз опусти. Да. Да, да, да. Во! Вот, правильно, да, техника, ребят. Можно даже немного подальше ногу, тогда у тебя корпус опустится ниже. Чувствуешь бицепс? Да, очень хорошо чувствуется, ребят. Это очень грамотное упражнение. Напрягается только бицепс. Плечо не работает абсолютно. Только битка. Попробуй подальше ногу немного поставить. Еще дальше. Сможешь? Ты прям почти должен лечь в горизонтальное положение. Должен чувствоваться бицепс отлично вообще. Вот следующая рука. Немного подправили технику. Нужно ногу немного подальше. Не-не, смотри. Вот эту ногу наоборот. Туда. А на ту встаешь. Рука у тебя вот эта, значит нога туда дальше уходит. Вот. Вот эта техника правильно. Левой рукой, конечно, не особо удобно, да? Согласен. Правая все-таки рабочая. Но левую качать тоже надо, поэтому... Тебя сильнее почему-то. Управление реально хорошее. Не дай бог, короче, за эту музыку, за этого толпаного Егора Кридо забанят это видео. Я его убью просто. И в конце я хочу сказать огромнейшее спасибо всем вам, всем вам за то, что вы со мной, за то, что вы меня поддерживаете лайками, комментариями хорошими. Есть, конечно, не очень хорошие комментарии, но куда без них, они у всех есть. Поэтому, друзья, я очень рад, что вы со мной. Продолжаем бороться, продолжаем двигаться вперед, достигаем своих целей, и все у нас будет хорошо, я в это верю. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки, расскажите об этом видео своим друзьям. До встречи!